Ну а в нашей студии уже есть гость. Да, я готова его представить. У нас сегодня в гостях Александр Шевцов, преподаватель истории и политологии Крымского республиканского института постпедагогического образования. Доброе утро. Доброе утро. Александр Александрович, сегодня мы обсуждаем такую, сказал бы, злободневную тему, потому что совсем недавно были опубликованы данные, согласно которым 214 детей из Симферополя были зверски убиты в городе Ейске. Преступление было 77 лет назад. Совершено немецкими оккупантами. Расскажите, пожалуйста, почему эта информация так долго находилась в секрете? Ну, я думаю, вы знаете, фактов подобного рода событий в период Великой Отечественной войны очень много. И, возможно, в связи с тем, что этих фактов много, ну, может быть, и не выкладывали, как говорят, эти документы. Но то, что стало известно на сегодняшний день, это просто потрясает. А что именно стало известно? А вот были опубликованы документы, это протоколы опроса, допросов, свидетелей, в период вскрытия могил. Это происходило в 42-м году. Группа детей и воспитателей, где-то 300 человек, были эвакуированы из Симферопольского детского дома в Ейск. Ейск в октябре 42-го года был оккупирован, но детей вывезти не успели. Я не буду рассуждать, там, гуманно, не гуманно, это военное время, но, очевидно, не было транспорта, не было возможностей, дороги забиты войсками. Это уже другой вопрос. Это дети-инвалиды. Причем, вот, опубликованные списки, там были отмечены национальности. Это и русские, украинцы, армяне, евреи. И было отмечено, что среди этих убитых детей в дальнейшем два ребенка из немецких семей. Почему их, гитлеровцы, уничтожили? Это отвечало немецкой концепции, фашистской концепции, нацистской концепции. Дело в том, что это инвалиды. Это дети-инвалиды. А раз инвалиды, значит, они неполноценные и подлежат уничтожению безусловному. Даже если это свои дети? Да, даже поступали, так, собственно, в самой Германии. Детские дома, дома умалишенных и так далее, они подлежали уничтожению, якобы для очистки расы. Это даже целая наука была, Евгения, если не ошибаюсь. Да, да, Евгения, но она разбавлена была и чисто нацистскими концепциями. И вот в связи с этим, очевидно, немецкое командование приняло решение об истреблении этих детей. Почему долго не публиковали? Ну, потому что не на все возникшие вопросы были ответы. Например, каким образом эти дети были уничтожены? Сейчас появились ответы. На останках не обнаружено пулевых каких-то отверстий, не обнаружено каких-то, скажем, переломов. То есть дети, в общем-то, останки более-менее в сохранности. А предположения, и как потом показали некоторые свидетели, позволили сделать вывод, что, первое, возможно, детей закапывали живыми, раз нет никаких травм. Увечья. Да. Второе, это одна свидетельница показала, она находилась примерно в 200 метрах от мест погребения и видела, как это происходило. Она отметила, что детского плача или крика не было слышно. Отсюда следователи предположили, что немцы, очевидно, погрузив детей, а грузили партиями, потому что дети пытались спастись, избежаться, их отлавливали. Детей поместили в машину и выхлопными газами просто отравили, удушили. А уже вот эти детские тела закопали. Несколько, было обнаружено несколько гробов, но в гробах было по несколько тел, вот несколько останков. И были найдены костыли, был найден ребенок с протезом, были найдены дети, ну, очевидно, может быть, с врожденными патологиями, там, горбунки и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, это чудовищно. Это совершенно, это дети, во-первых, дети, которых и так уже, как говорят, ну, Бог наказал, да? Ну, не Бог не наказывает, природа наказала. Какие-то увечья, от них отказались родители. И у нацистского командования никакого сочувствия, никакого сопереживания и никакой пощады. Почему лежали эти документы? Ну, возможно, на первых порах, наверное, это, может быть, была тайна следствия, да? Потому что преступников искали, выявляли кто. Если преступник знает, что его ищет, ну, естественно, предпринимает попытки либо скрыться, либо каким-то образом, ну, придумать какое-то оправдание для себя. В дальнейшем, вот, на фоне того, что такого рода фактов очень много, оно же на территории Крыма. Это и Бабий Яр у нас, да, и совхоз Красный, в том числе и дети. И памятник есть, да, где среди взрослых фигурок и фигуры детей. Вот. Это еще раз говорит о том, что нацизм – это страшное явление, оправдание, которому не было, нет и быть не может. Быть не может. Понятно, что, почему секреты, ну, вы знаете, секреты, еще раз говорю, есть разного уровня. Есть государственная тайна, есть тайны, ну, может быть, вот следствия. Я думаю, что тут какого-то злого умысла, да, со стороны тех, кто поставил какой-то гриф на эти документы не было. Главное, что мы сегодня знаем еще об одном факте, страшного преступления, которое совершили нацисты на территории нашей страны. Насколько я понимаю, со временем все такие документы секретные будут рассекречиваться. Поможет ли это бороться с фальсификацией истории? Вы знаете, помимо того, что рассекретить документ, я думаю, что нужно его правильно прокомментировать. В свое время один из выдающихся ученых, историков, Тойнби, брал факт и к этому факту давал 17 комментариев. Зачастую друг друга исключающих. Поэтому очень важно, помимо раскрытия самого факта, самого события, дать еще достаточно грамотные комментарии. Ну вот, скажем, мы рассекретили пакт Риббентроп-Молотов, да, его долго держали в секрете, отрицали вообще существование. Каков итог? В конечном итоге с подачи Яковлева, прораб в кавычках, перестройки, это предатель, Александр Николаевич Яковлев. Это предатель, который публиковал эти документы. Естественно, стали обвинять тогдашнее советское руководство, Россию как преемницу, в том, что она якобы развязывала Вторую мировую войну. Я, как историк, считаю, что подписание этого документа была, ну, это просто необходимость. Необходимость для защиты интересов нашего народа, советского народа тогдашнего, защиты интересов государства. Это позволило отодвинуть границы на 150-400 километров, а при нападении гитлеровцам пришлось пробивать это пространство, да, оно залито кровью, это погибали наши люди, но до Москвы войска фашистской Германии дошли уже ослабленными. Значит, решение, которое принимало тогдашнее руководство, было верным. Это стратегически правильное решение. Александр Александрович, у нас остается очень мало времени, но вот хотелось бы еще спросить, как долго будут документы засекречены, то есть вот сколько лет им еще подлежат находиться в тайне. Документов огромное количество, там есть гриф, какие-то документы на 20 лет могут быть, какие-то документы на 100 лет, а есть такие документы, которые никогда не будут рассекречены. Почему? Очевидно, не составляет особую тайну. Вот скажем, план мобилизации русской армии 1914 года засекречен до сегодня. А уже тут надо думать почему. По крупицам нам рассказывает какие-то детали и события тех, но это, конечно, очень тяжело. Играет роль, ну, как говорят, честная оценка ставшего известным факта. Если этой оценки нет, то история, вот мы сейчас говорим, переписывают, да? Будто переписывают этими комментариями. Факт может противоречить им, а объяснение, попытка интерпретировать, совершенно о другом говорит. Спасибо большое вам за рассказ. Мы с Алией всегда за честную историю. Да, конечно же, очень тяжело сейчас осмысливать то, что вы говорите, все эти события, хотя уже не раз слышали о подобных зверствах, но все равно это очень тяжело воспринимается, поэтому сейчас мы предлагаем все-таки посмотреть наш следующий материал, а сейчас я напомню у нас в гостях Александр Шевцов, преподаватель истории и политологии Крымского республиканского института постпедагогического образования.